Привет, друзья! Это была неделя, когда Кубок Англии всерьез бился с Еврокубками за зрелищность. Чего стоят матчи Кометри с Уэлхэнтером, Челси с Лестером и триллер МЮ с Ливерпулем. Там, между прочим, отличились Энтони за Юнайтед и даже мною порожденная легенда Чукуймека, Чукуймека. О Лиге Чемпионов, в том числе о Жеребьевке, мы подробно поговорили в новом подкасте. Не буду повторяться, лучше посмотрите ролик. В Лиге Европы очередной крутой и драматичный матч выдал Карабах. Но, увы, исход противостояния с Байером был обиднейшим для парней Гурбанова. Мега-комбэк в Лиге Конференции совершил Олимпиакос, ответив на домашнее поражение 1-4 от Макаби, победы со счетом 6-1. Ну, прям ремонтада. Ну, а результаты Жеребьевки обоих турниров вы видите на экране. Пары Милан-Рома и Ливерпуль-Аталанта в Лиге Европы смотрятся очень солидно. В АПЛ Бормут превратил 0-3 во встрече с Лутером в 4-3, а в на Лиге Барса вынесло в гостях Атлетико. Хочется отметить успехи россиян в Европе. Миранчук предложил голову и ноги к победе над спортингом. Захарян, наконец-таки, забил дебютный гол за Соседат. А Головин и Кузяев отдали по ассисту в матчах Монако и Гавра. Но, увы, в конце недели омрачилась массовая драка игроков Финельмакче с разозленными после поражения фанатами Трапзонспора в Турции. Хоть футболисты, в том числе Фред и Миши Большуаи, скорее оказались победителями, смотреть на это было жутковато. Ребят, давайте не путать футбол с боями и жить дружно, окей? Месси говорит, что обменял бы все свои рекорды на то, чтобы сделать людей счастливыми и тратить миллионы на лечение и образование детей. А Роналду даже продал один из золотых мячей, чтобы отдать деньги на благотворительность. Но, чтобы помогать людям, не обязательно быть звездой футбола. Каждый из вас может улучшить жизнь окружающих. В современных реалиях объединяющие инициативы и поддержка талантов очень важны и круто, когда топовые бренды страны понимают это. Например, Тинькофф третий год подряд запускает социальный конкурс «Скиньте мяч». Его суть в том, что любой житель России может предложить идею, которая связана со спортом, творчеством или развлечениями. Таким образом, бренд помогает инициативным людям сделать жизнь в своем городе, деревне или даже дворе лучше и ярче. Для участия в конкурсе нужно лишь перейти по ссылочке под видео и подать заявку на грант. Профессиональные жюри и амбассадоры Тинькофф отберут 20 победителей, которые получат по 200 тысяч рублей на реализацию инициативы. Если у вас есть идея, как помочь людям разнообразить досуг и проводить его с пользой, регистрируйтесь в конкурсе. Это может быть проведение спортивного турнира, создание кружка для занятия творчеством или организация книжнего клуба. В общем, вообще все, что может сделать жизнь вокруг лучше и интереснее. Кликайте по ссылочке внизу и смотрите истории участников прошлых лет. Желаем всем удачи и помните, делать добро это очень просто и важно. В вратарем недели на этот раз предлагают назначить Давида Раю за его сейф против Порту в основное время, когда команда могла пропустить в контратаке. А также за два отбитых пенальти после батчевой серии, что помогло Арсеналу пройти в 1-4 лиге чемпионов впервые за 14 лет. Вообще же, за место в основе была жесткая борьба. Но Мамардашвили, Онана и Терштегин по значимости выдали все-таки менее важные перформансы, чем Рая. Может, кому-то это надоело, но слева снова сыграет Гримальдо. Ну, что я могу сделать, если парень весь сезон в отличной форме? На неделе, сначала с Карабахом, выйдя на поле на 60-й минуте, он помог закомбетчить, отдав два ассиста. А потом и в чемпионате оформил голевую на дверца. Испанец – главная ударная сила этой команды. Место справа отдадим Тимоти Кастаню из Фулхэма в матче с Тоттенхэвен, который мог в случае победы подняться на четвертое место. Бельгиец, во-первых, ничего не дал создать у Доджи и Джонсону в атаке. Во-вторых, сам классно сходил вперед и в итоге отдал ассист на второй гол во встрече, закончившийся крупной победой дачника. Одной из мест защиты точно займет Пау Кубарси. В 17 лет провести такую неделю, где ты в плей-офф лиге чемпионов с Наполи, а потом в Ла-Лиге в гостях с Атлетикой играешь столь зрело и в единоборствах, и на мяче, отдавая пачками точные забросы верхом – это что-то невероятное. Пацан уже получил вызов в сборную. Его игра – это революция, сенсация, шок, да что угодно. Просто хочется сплюнуть и пожелать Пау в развитии. Если вы в таком же шоке от игры парня, как и я, заглядывайте в телегу Мяч Продакшн. Там вышел подробный текст о парне, о сильных сторонах и откуда он вообще появился. Ссылочка внизу. А вот рядом с Кубарси сыграет человек, который старше его, ну, в два раза где-то. Это Мац Хуменс. С PSV, когда с третьей минуты после забитого гола почти весь матч пришлось оборонять удобный счет, он был надежен, хорошо управлял партнерами и помог пройти в 1-4. А в игре чемпионата с Айнтрахтом забил победный мяч в своем фирменном стиле. Мац, несмотря на возраст, проводит отличный сезон. В центре поля начнем с мега-матча от Феды Вальверде. Со Сасуной в гостях он оформил хэт-трик из ассистов, два из которых были высочайшего уровня по исполнению. Плюс, помимо этого, он, как всегда, отпахал сзади, сделал 8 успешных действий в обороне. Да и в атаке, кроме передачи, еще нанес 4 удара. В общем, Феда снова показал себя супер-универсалом, и его место в составе абсолютно заслужено. Рядом с ним разместим самого эффективного игрока МЮ в этом сезоне, Скотта Мактомина. Да, в матче с Ливерпулем он, как и партнеры, был не так хорош в обороне, но зато забил первый гол в игре, а именно с его паса Решфорд и справился за пробок в конце основного времени, сравняв счет в дополнительное. А еще шокланец выбил мяч с углового Ливерпуля, после чего МЮ заставил ошибиться Эллиота и забил победный гол. Скотти – один из невоспетных героев этого супер-матча. Над ними сыграет Коу Палмер. Бывший резервист Сити стал лидером Челси и оформил уже 24 балла по гол плюс пас в этом сезоне. А главное, сколько эстетики в его действиях. Что в игре с Нью-Каслом ЛПЛ в случае с его забитым мячом, что с Лестером в кубке, где Коул отдал ассист пяткой на победный гол в Чукуэмекке, Чукуэмекке. Ну а теперь атака, где выбрать игроков старта было очень нелегко. По итогу Ливей мы решили поставить Джамала Мусиалу за его идеальный матч в гостях с Даром Штатом, где он нанес 9 ударов по воротам, сделал 10 обводок и 7 ключевых передач. Да, против аутсайдера, но все равно это дикие цифры. Ну и один из голов немца был особенно хорош, позже вы его еще увидите. Чуть правее сыграет Патрик Шик, сначала выйдя на замену с Карабахом во втором тайме. Он забил два гола в компенсированное время и спас серию Байера без поражений. А потом в чемпионате оформил победный мяч с Фрайбергом в поединке, который тоже закончился со счетом 3-2. Байер будто бы подустал, так что голы Чеха были очень кстати, как и пауза на две недели. Ну и наконец-то в команде лучших, а не худших, Роберт Ливандовский. Какой же гениальный матч он провел с Атлетикой. Как сделал все идеально в голе для Феликса. Как сам забил сложнейшим ударом с разворотом в начале второго тайма. Какой удобный черпачок исполнил на Фермина. Ну и его третий гол во встрече с Наполе тоже оказался очень важным. Роберт, умоляю, не теряй этой формы. Тебя такого мы ждали очень долго. В этот раз никого не взяли из РПЛ. Ведь на прошедшей неделе Лига ушла на перерыв. Но зато разговоров о чемпионской гонке между Зенитом, Краснодаром и Динамо было достаточно. В том числе и на Мичер. Мы с Саней в эксклюзивном выпуске «Пять причин» на Рутюбе поспорили. Смогут ли быки и москвичи прерывать гегемонию питерцев. Вышло жарковато. Переходите по ссылочке внизу, смотрите и подписывайтесь на наш канал и на этом сервисе. Ну а у нашей команды получился сегодня вот такой состав. На самом деле эта схема не 4-3-3, а даже 4-2-2-2. С двумя атакующими полузащитниками в лице Палмера и Мусяла. И с опоркой в лице Мактомина и Вальверда, с которой можно вообще не переживать за наш центр поля. Ну а впереди вырисовывается интересная ливеркузанская связка Гримальда-Шик, которым еще и будет помогать Левандовский. Тренером этой недели однозначно может быть Хави. Остаться с полурезерным составом, перед решающим матчем в Лиге Чемпионов и выездом к Атлетику, и так выйти из положения, это гениально. В матче с Наполе перестроил игру на забросы и таким образом создал кучу моментов. С Атлетико сработала идея с выходом из-под прессинга через передачи Терштегена. Доверился в защите на левом фланге сочетанию Кубарси и Форта, и те отыграли надежно. Выпустил в старте Феликса, и тот отличился. В общем, можно устать перечислять, сколько всего правильно сделал Хави на этой неделе. А главное, победил в обоих важнейших матчах. Список запасных будет мощнейшим. Откроет его Мос Аллах с 5 баллами на неделю. Сначала он исполнил бенефис в матче со Спартой, отдав 3 ассиста и забив 1 мяч. Правда, там соперник был ужасен в обороне, именно поэтому египтянин не в старте. Да и Сэм Ю, он помимо гола в первом тайме, не реализовал пару шансов во втором, оставив таким образом сопернику возможность вернуться, что он в итоге сделал. Второй здесь Киллиан Бапе. В поединке с Монпельемо увидели и его суперголы, и даже неподдельную радость за отличившихся партнеров. Неужели вся междоусобица в Париже прекратилась, и они просто будут играть на максимуме до конца сезона? Посмотрим. Третий в нашем списке Жуль Кунде, который не попал в старт только из-за правила двух человек из одной команды. Ну, очень хорош был француз против Хвича в Лиге Чемпионов. И очень жесток и груб в рамках правил во встрече с Атлетиком. Ну, впрочем, с ними по-другому нельзя. Такой Кунде мне очень нравится. Предпоследним отмечаем Кристиана Пулишича. На неделю он забил и Славе в Лиге Европы, и Вероне в чемпионате. А еще попадал в каркас и слился после своей замены. Что только подчеркивает лидерские амбиции американца и желание играть до последних секунд. Вообще, атаки Милана сейчас представляют собой очень грозную силу. Как думаете, дойдут до финала Лиги Европы? Ну и замкнет этот список Райан Ширки из Лиона, устроивший фестиваль созидания в конце гостевой встречи с Тулузой. Когда команда проигрывала 1-2, он вышел на замену и сначала на 77-й минуте сравнял счет, а на 81-й отдал ассист на победный мяч. Ну и всего меньше, чем за полчаса записал на свой счет 8 обводок, 3 удара по воротам, 2 ключевых пасса. Вот это я понимаю, реально суперсап. И это в команду не попали Мартин Эдегор с чумовым пассом на Троссар в игре спорту. Суперсап Кастельяно с Изнацио, с дублем, принесшим победу с Фрозиноном. Муса Диаби с классным матчем против Аякса в Лиге Европы. Опен Даст, дублем в чемпионате Венисиус и многие другие, о которых вы точно напишите в комментариях. Не забудьте проголосовать за лучшего на скамейке по ссылочке внизу. Ну а теперь послушаем Сашу всего топных событий. Всем привет. На неделе Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Пишут, что Квинси все-таки будет экстрадирован на родину, но процесс может затянуться на несколько месяцев. А во втором дивизионе Хорватии исполнили, ну, очень грязный пенальти. Причем в буквальном смысле. Здесь жалко всех. И игроков, копавшихся в грязи, чтобы найти 11-метровую отметку. И промазывшего футболиста. И гипера, получившего травму в этой жиже. Ну а на третьем месте спад Жироны. Команда, которой все восхищались в первой половине сезона, начала резко сдавать. В последних семи матчах в Ла Лиге у клуба 4 поражения и 1 ничья. И если гостевые потери очков с Реалом и Атлетиком можно понять, то последние поражения от середняков Хетафи и Мальорки вызывают вопросы. Ведь Жирону не накрывала эпидемия травм, и нет такого, что ей дико не перло в этих матчах. Скорее наоборот. Парня Митчелла просто перестала вести как раньше. Мы уже говорили на канале во время взлета Жироны, что ее результаты не соответствуют уровню игры. Статистика ожидаемых очков это подтверждала. Рано или поздно оверперформанс должен был закончиться. Что в итоге произошло. Так что о чемпионстве Жироны, которое несколько месяцев назад многие считали вполне реалистичным, речи уже не идет. Теперь хотя бы удержать место в Лиге Чемпионов. Атлетика и Атлетик подобрались близко. Жирони за плохой отрезок минус Лига Чемпионов. На втором месте игроки от Казняки. На неделе Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко. Браим долгое время ждал вызова от сборной Испании, но так его и не получил. Что, конечно, странно. 24-летний Диас уже пару лет играет на высоком уровне. В прошлом сезоне был одним из лидеров Атати Милана, а теперь приносит пользу Реалу. Недавно стал лучшим игроком февраля в команде. Но его все равно продолжали игнорировать. После объявления решения Браима Федерация футбола Испании словила хейт и поспешила защитить себя. Сообщив, что они отправляли заявку Реалу, в которой числился Браим. Однако в Мадриде это опровергли. Странно. А вот у Бена Уайта не заладились отношения со сборной Англии. Защитник, находящийся в отличной форме, отказался играть за трех львов. О чем журналистам рассказал Гаррет Саутгейт. Причины неожиданного решения Уайта видятся две. Во-первых, у Бена может быть обида на тренировский штаб сборной. Перед Евро 2020 его отцепили из расширенного списка. А на ЧМ 2022 он уехал из команды по ходу турнира по личным причинам. СМИ писали о конфликте Уайта с одним из ассистентов Саутгейта. Его недовольством тренировочной базы и плохой коммуникацией с партнерами. Ну а вторая возможная причина очень необычная. Усталость от футбола. Уайт не раз признавался, что не является большим фанатом игры. И жаловался на давление в индустрии. Футбол это очень напряженно. Каждый день нужно выкладываться на максимум. Я не смотрю футбол. Все, чего я хочу, придя домой, не думать о нем. Да уж, не зря партнеры по Арсеналу называют Бена загадочным парнем. Уайту и Федерации футбола Испании за странные решения по минус 50. И на первом месте, как это часто у нас бывает в последних выпусках, уволенные тренеры. Начнем с самого курьезного решения. Лечи попрощался с наставником Роберто Даверсей из-за его идиотской выходки. После недавнего поражения от Вероны, коуч ударил головой форварда соперников Тома Анри во время матча, повздорившего с одним из игроков Лечи. Рафаэль Бенитос лишился работы в Сельте. При Рафе клуб боролся за выживание и шел на 17 месте. Интересно, что уволили испанца после 0-4 от Реала. С Мадридом у Бени связан один негатив. В Краснодаре очень неожиданное и странное решение принял Сергей Галицкий, уволивший Владимира Ивича. Команда при Сербии уходила лидером на зимний перерыв. Да, после возвращения дважды потеряли очки и вылетели из кубка, но с тем не бывает. Это ведь был первый неудачный отрезок быков в сезоне. Однако Сергея Николаевича это не остановило. Пишут, что Галицкий всегда был недоволен циничным футболом, в который играл Ивич. Пока результат был, Галицкий терпел. Как только он пропал, перестал. А недавно Ивич еще испортил отношения с Гендиром Хашигом и, собственно, самим владельцем. Так что его дни в Краснодаре были сочтены. Ну и Влаццо перестал занимать должность тренера Маурицо Сари. Причем он сам подал в отставку, что редкость для современного футбола. Где наставники работают до последнего, чтобы исправить ситуацию, ну или чтобы получить неустойку. Маурицо уже давно думал об уходе. И в итоге решился на него после четырех поражений к ряду и вылета из Лиги Чемпионов от Баварии. Сари не нравился проект Влаццо, так как игроки не подходили его футболу. А новых покупать ему не собирались. Также тренер был недоволен излишним влиянием президента Клаудио Латита. Интересно, что сам Латита перевел стрелки на футболистов, заявив, что некоторые из них предали Сари, что его очень расстроило. Фаны Римлян сразу набросились на иммобили. Посчитали, что раз тому не подходил Сари Болл, а сам наставник часто менял форварда, то он поучаствовал в сливе коуча. Чиро объяснился, что наоборот с командой просил Маурицо остаться. Однако фана этого не услышали. Недавно некоторые из них заметили иммобили в пробке и начали оскорблять на глазах у жены и четырехлетнего сына. Никакого уважения к лучшему бомбардиру в истории клуба. Как-то даже глупо. Сари и Бенитусу за плохие результаты, доверсия за неадекватность и Галлицкому за излишнюю принципиальность по минус 350. Теперь перейдем к позитиву. Аль Хилиаль побил мировой рекорд. Выиграв 29 матчей подряд, в Ливерпуль вернулся спортдир Майкл Эдвардс, построивший вместе с Клопом топовую команду. Ну а Эда Назар классно пошутил, после того, как Лиль назвал в честь него поле на клубной базе. Никакого тренажерного зала и бега, только футбол, мяч и переломы. Ну а на третьем месте уникальное достижение игрока из Сербии. Речь о 25-летнем форварде Лути Аджичи, выступающем в высшей лиге за Чукарички. В матче против Спартака из Субботицы парень забил внимание. Сразу два мяча прямыми ударами с угловых. И если в первом случае гол получился слегка курьезным, мяч пролетел через толпу игроков, чего вратарь не ожидал, то во втором, кажется, Лука бил поворотом. Ну посмотрите, глупо же с такой силой пытаться исполнить навес. Уникальный игрок. Мало кому удается и за всю карьеру оформить хотя бы один сухой лист, а Аджич это сделал сразу дважды за 90 минут. Красавец. Ему плюс два. Кстати, сейчас мы монтируем выпуск на выезд из Сербии, где я сходил на вечное дерби с рвенозвезда «Партизан». Очень мощно было, ждите скоро на канале. Ну а теперь ко второму месту, и здесь у нас новая юная звезда Баварии Александр Павлович. Бавария летом так и не усилила качественно центр поля, чем был очень недоволен Тухель. Но со временем решением проблемы стал воспитанник клуба Александр Павлович, до этого сезона вообще игравший в молодежке. Просто зацените взлет 19-летнего немца с сербскими корнями. 28 октября прошлого года он дебютировал за Баварию в матче с Дорнштадтом. Через несколько дней подписал с клубом контракт до 2027 года. И уже в следующей встрече оформил первый результативный балл. Отдал ассист в поединке с Дортмундом. В конце ноября дебютировал в Лиге чемпионов. Спустя два месяца забил первый гол за мюнхенцев, чему был несказанно рад. Я много лет подавал здесь мячи. Забить гол на глазах у всех этих фанатов – фантастика. Бавария значит для меня все. На этой неделе пацан во второй раз подряд стал игроком месяца в клубе и получил первый вызов в сборную Германии. Причем, согласно инсайдам, Нагельсман видит Павловича основным. Из-за чего даже прокатил мимо сборной Горецку. Меньше чем за пять месяцев от юного ноунейма до основного игрока в Баварии и, вероятно, сборной Германии. Нехило, да? Павловича успехов. Ну а пока за сумасшедший прогресс. Плюс 100. И на первом месте кубковые сенсации. Помните, как Сар Брюкин уже шумел в новостных лентах в ноябре, когда выбил в 1-16 кубка Германии Баварию? Но скромная команда из третьего дивизиона пошла куда дальше. В 1-8 парни уверенно одолели Айнтрахт. А на неделе в 1-4 выбили Гладбах с победным голом на 93-й добавленной. Радости игроков клуба не было предела. Кстати, вы удивитесь, но недавно Сар Брюкин уже добирался до полуфинала кубка. В 2020 они это сделали, выступая в 4-м дивизионе. Ну а стадия 1-2 нынешнего розыгрыша уникальна не только наличием Сар Брюкина. В полуфинал впервые в истории вышел только один клуб из высшего дивизиона – Байер. Он сыграет с Дюссельдорфом из второй Бундеслиги. А Сар Брюкин с Кайзер Слаутерном оттуда же. А вот в Англии полуфиналистом кубка стал середняк чемпионшипа Ковентри. Их путь по турнирной сетке не столь впечатляющий, как у парней из Германии. Первый клуб из АПЛ попался Ковентри только в 1-4. Однако то, что они устроили в прошедшую субботу в матче с Вулверхэмптоном, уже заставило ими восхищаться. Ковентри повел на 53-й минуте, но в концовке на 83-й и 88-й пропустил два мяча. Казалось, что исход ясен, фавориты из АПЛ пройдут дальше, но не тут-то было. К основному времени добавили 9 минут. Сначала на 97-й Ковентри сравнял шот после подачи с фланга, а на 100-й, добавленный усилиями Хеджи Райта, вырвал героическую победу. Комментатор чуть не сорвал голос от увиденного. В лайфе Кэфф на победу Ковентри в основное время достигал отметки в 501. Вы прикиньте, это и есть футбольное чудо. Ковентри и Сарбрюкину за выходы в полуфинал кубков по плюс 501. Список кучек на неделю обойдется без вратарей, потому что скорее защитники и опорники подводили своих киперов по всей Европе. Поэтому сразу перейдем к обороне, где отметим Формоза Минди из Лорьяна, который с Монако умудрился и автогол забить, и привоз организовать на свои ворота. И даже при этом его команда зацепила очки. Если бы не косяки сенегальца, могли бы и побеждать. В полунащите отмечаем слабый футбол от центра поля Тоттенхэма в поединке с Фулхэмом. И Сар, и Бисумай, даже Мэдисон провели очень слабый матч для самих себя. Особенно на фоне Пайлини с Лукичем. Явно не в такой плохой форме мы привыкли видеть этих парней на протяжении сезона. Ну и в атаке поругаем Душино Влаховича за слабый матч с Дженуа, где он не помог команде впереди, 7 раз пробил по воротам, но ни разу не забил. Из-за чего, видимо, был на нервах и в итоге сорвался в концовке. Начал активно спорить с судьей, получил две желтые и удалился. Выбирайте главного неудачника в нашей теле. Лучшим мэком прошлой недели вы признали Харри Кейна. Сегодня за звание MVP поборются Павел Хубарси, Роберт Ливандовский, Коул Палмер, Давид Раев и Патрик Шик. Чех откроет и нашу рубрику гол недели с изящным ударом в касание ворота Фрайберга. Причем мяч в итоге оказался победным. Смотрим комбинацию Мадриды со Сосуной, где Вальверда и Карвахаль показали, что они не только работоспособны, но и мастеровиты. Отмечаем еще один гол Мусиалы после Суперславома в нынешней Бундеслиге. Любуемся ударом через себя Аюба Эль Каби из Олимпиакоса во встрече с Макаби. Ну и завершаем подборку тончайшим пасом пяткой от Павмера на Карне. Ну а фамилию можете сами пропеть. Бонусный топ красивых мячей и список громких цитат ждет вас в нашей телеге. Там же оставляйте голос за MVP недели и автора лучшего гола. С вами были Васан Балан и Саша Журавлев. Рубрика уходит на небольшую паузу в связи с играми сборных. Но мы без контента вас не оставляем. На основном канале на Мяч Шортс и на Рутюбе полно свежих видео, которые вы обязательно должны посмотреть. Так же как и подписаться на мой телеграм. Ну а теперь до скорых встреч, ребятки. НОНИМАДУ ЭК, НОНИМАДУ ЭК, НОНИМАДУ ЭК, 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 ЭК.